Как мы можем применять и можем ли вообще теорию Скиннера применять? Скиннер был неверующий человек. Хотя он учился и основывал свои первые работы на работах Павлова. Павел был христианин. Но все равно он изменяет поведение. И представьте, как это прекрасно. Если наша главная цель в нашем занятии, в нашем обществе, чтобы люди были лучше. Чтобы люди правильно одевались, правильно себя вели, правильные слова говорили, никого не обижали. Не это ли цель в нашей церкви? Тогда Скиннер это основа? Тогда Скиннер это наше спасение? Цель нашей церкви изменять сердца. А уже потом изменяется остальное. Заставить человека одеваться хорошо и так далее. А внутри человек что? Ну, а мы как оцениваем? Вот идет панк с измененным сердцем, но не с измененной внешностью. Как мы его воспринимаем? Если сердце у него изменится, я, наверное, думаю, он сам изменит уже и свою прическу. и свою внешность. Я согласен с этим тоже. Ага. Потому что, когда сердце человека меняется, человек уже по-другому смотрит на мир, на окружающих его людей, на все те ценности, которые он имел в своей жизни, он их меняет. Вот. У него уже переоценка идет ценностей. У него уже расстановка приоритетов уже другая в его жизни. Поэтому на внешности скажется однозначно его. Мне кажется, вот этот скинер с его теорией бихеверизма замечательное средство и метод, чтобы подготавливать очень хороших фарисеев. Чтобы церковь выглядела хорошо, чтобы вели себя хорошо, все правильно. Вот. Реагировали правильно на все, так сказать, условные или даже безусловные сигналы от служителей. Как красиво будет выглядеть церковь, а? И, вы знаете, мне кажется, подспудно, традиционно христиане нередко пользуются методами скинера. Вот смотрите, если мы построим нашу группу обучения в лагере или в каких-то еженедельных занятиях для каких-то подростков в каком-то, допустим, техникуме или в школе или просто на улице или в группе или так далее. И каждый раз будем использовать вот эти все поощрения, направления или как еще, ациденты, здесь так вот, антициденты, для того, чтобы подвести людей к покаянию. И мы будем способствовать тому, чтобы они покаяли, чтобы они сознали свою греховность и действительно при правильно, хорошо поставленной программе они покаются. Они скажут правильные слова в конце. Это все? Слова-то скажут правильные, а как вот сущность? И вести себя начнут нормально. Не, ну а внутри все равно же. Внутри? Для скиннера люди были как животные. И критика другая отношение тоже в этом смысле. Похоже на дрессировку, наверное, да? Да, да. А дрессировали хорошо. А, и коснется, допустим, что-то, инициативы какой-то человек уже самостоятельности не будет иметь. А дрессировки не было в этом отношении? в каком-то направлении. Выходит так? Получается, что так. Мне кажется, что теорию скиннера можно взять как бы за основу, а уже на ней можно там развивать основу. интерпретировать. Ну, не знаю, не то, что как за основу, но от нее как-то можно отталкиваться. Что-то из нее можно использовать? Да, да. Почему? Принципы. Предложение по использованию принципов обусловленности. Я тебе тут... Да я думаю, что мы даже их используем. И даже используем. А порой даже и слишком используем. И этим успокаиваемся, и на этом останавливаемся. Если миссионеры пришли в какое-то племя, люди там почти не одеты и едят какую-то дикую еду, они пришли к ним, принесли хорошую одежду, нормально. Ну, было уж, но нормально. Вот. Построили какие-то домики, научили их правильным словам, правильным песням, не то, что они там пели. И успокоились. О, они уже сказали правильные слова. И все. А почему... А почему... теперь с другой стороны зайду. А почему мы все-таки можем использовать элементы из скинера? И что именно? И что? Что дает нам основание использовать это? Если мы так критично до этого так отнеслись, а почему же все-таки мы можем, имеем право это использовать? Не полностью, не всю систему, но какие-то элементы из этого? Насколько я правильно понимаю, он был человек неверующий. Абсолюта у него не было. И причина изначальная у него не так, как мы понимаем. Но интересно, что последствия поведения правильное он вычислил правильно. То есть, нужно задать правильный изначально тон направления. Мы можем взять его схемы, которые будут стимулировать правильное поведение, потому что человек все равно существо материальное, ему надо как-то объяснять, показывать. Но суть, сущность внутреннюю мы должны применять христианскую. Тут нельзя смешать, вот за основу и за абсолют его методы брать нельзя. Их можно применить на правильное основание. Вот насколько я понимаю. Когда мы нас в основу ставим все-таки духовное, оно для нас первично, но в то же время, как хорошо Ирина сказала, мы существа все-таки материальные. Мы с вами не совсем животные, у нас биологические животные организмы. И это большая часть нашего поведения. И довольно часто поведение людей, пусть даже интеллектуальных, стимулируется теми образами и теми картинками мечты, счастья, жизни, которые они себе создали. работа, машина, деньги, ресторан. И вот эти картинки, которые в основном для тела, ребят, их двигают, мотивируют, они делают много из-за этого. Это мы, Господи, это мы. Мы в теле, к сожалению, или к счастью, для кого как. И многие наши главные стимулы до сих пор на земле здесь материальны. И мы себе до конца не представляем. что будет нам давать счастье там на небе, когда не будет вот этих материальных стимулов поесть и то, что как раз перечисляла Валентина. Вот если действительно реально смотреть на вещи, то, что духовный аспект для христианина, это естественно. Я как бы даже и не упоминала. Это как само собой разумеющийся. Но тем не менее, вот я не могу сказать, что меня там как-то расположила к себе эта теория. Я просто вижу ее применение в жизни. И у христиан, и у нехристиан. Поэтому я думаю, что как ни крути, как ни верти, люди, как бы ни искали идеала, они все равно скатываются вот к этим, как вы говорите, обыкновенным человеческим понятиям. разве деньги не имеют в христианстве вообще никакого значения. Мы говорим, что методы использования можно в христианстве. Мы применяем вот эту теорию. Получается, как? Конфетки применяете, да? Нет. Идет соревнование, идет соревнование всегда. За соревнованием в конце это какой стимул? Награда. Да. Награда. Дальше. Если в процессе всего лагеря идет участие отряда в процессе соревновательном, опять же, какой стимул? Опять же, это отряд победитель получает награду. Все равно мы применяем как-то вот этот стимул, или закон, как он называется, закон эффекта. Это закон эффекта у Тарандайка еще был взятый и был это применен. И мы его применяем также. Сейчас скоро не будете применять возможно поданное предложение в изменении законодательства нашей страны, где религиозная деятельность, если сопровождается какими-то поощрениями, пусть даже конфетками или книгами или чем-то еще, это запрещено. И не вправе ли люди сказать о нас, что мы манипулируем людьми? Вот система Скиннера это замечательная система для манипуляции. И как сейчас говорят, много разных фраз, даже скоро будет одна из встреч лидеров христианских, о манипуляции. Манипуляции в том числе и в церкви, а в обществе тем более. При всех этих выборах, при всей демократии люди научились играть в демократию, манипулировать демократией. И как сказал один француз, философ, он сказал, что основной грех 21 века будет, перед наступлением 21 века, он сказал, что это будет манипуляция. Поэтому можно использовать отдельные элементы Скиннера, но всегда быть на страже, что мы можем как-то помогать нашим организмам биологическим принимать правильное решение, потому что они часть нашей цельной системы. И здесь еще нужно посмотреть, система наша цельная или не совсем цельная. Если мы, глядя на греческий метод взгляда на человека, думаем, что человек это существо, состоящее из духа, души и тела. это три части или две части. Допустим, Жан Кальвин говорил, что там только две части, что дух и душа это вот такая, это что-то такое общее. То есть есть вот эта часть и вот эта часть. Традиционно греческий или восточный дихотомический взгляд, он разделял вот эти части и в таксономии Блюма, которой мы с вами пользуемся, то, что для головы, для сердца или для руки, или когнитивная и эмоциональная психомоторная вот так вот разделяет на три части, да, в какой-то мере, или дух, душа и тело, то как вы думаете, они так четко отделены друг от друга, их можно отделить совсем ну, при взятии, при смерти они отделяются, но человек это такое четкое раздельное существо или оно цельное существо? Все-таки сейчас приходят философы, потому что, хотя мы можем их разделять, но это настолько все взаимосвязано, что надо смотреть на человека как цельное существо, поэтому влияя на поведение, допустим, вот смотрите, обновился дух, а в него обновляется и душа, теперь Господь живет в моем сердце, он меня спас, у меня здесь уже живой дух, божий дух, с большой буквы, и теперь душу, то есть разум, чувство и воля, он освещает, и мысли я уже более-менее правильно, стремлюсь правильно мыслить, и чувства стараюсь иметь правильные здесь, и волевые решения хочу принимать правильные, а тело мое еще тащит куда-то по старым путям, и никак не может научиться вовремя вставать и приходить на те или другие занятия и так далее, и его тянет на всякие другие интересные места, злачные, где раньше было это тело, вот для воспитания тела, я думаю подходы скиннера могут помочь, и дай Бог, чтобы они помогали. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Давайте еще посмотрим как раз вот это применение. Какие предложения по использованию принципов обусловливания? Пользуйте сигналы и подсказки используйте, чтобы помочь выработать новое поведение или предупредить о ждущем наказании. Чем моложе, тем меньше детки мы можем больше пользоваться этим. И дальше уже лучше обращаться к голове и чувствам, а в детском возрасте идет торможение восприятия. Вы знаете, да? Сказал раз, сказал два, сказал три, четыре, потом подкрепил некоторым воздействием и тогда сразу дошло. «Приятно поболтать с друзьями, можно сказать, когда приходишь на занятия в воскресную школу, но когда я стою перед вами с открытой Библией, говорит руководитель, не хотелось бы, так, мягонько, чтобы вы обратили на меня внимание, и мы могли начать наше занятие, так вот говорит он господам, маленьким деткам, встать перед классом с открытой Библии, это сигнал, объяснение значения сигнала, подсказка, влияет? Мы можем это использовать. Если вы, ребята, будете дальше мешать классу разговорами, я снова вынужден буду делать вам замечание, мне придется пригласить ваших родителей. Здесь уже что, негативно, да? Пользуйтесь соответствующим режимом подкрепления, когда даете новый материал, сопровождайте его многочисленными подкреплениями, часто задавая вопросы. После усвоения нового материала пользуйтесь режимом подкрепления с вариативным соотношением, чтобы повысить усердие учащихся. Не забывайте хвалить учащихся, но делайте это вдумчиво, не просто так. Используйте принцип примака, чтобы определить наиболее подходящие для ваших учащихся типы подкрепления. Работа учащихся должна получать с вашей стороны ясный и информативный отклик. Ребенку надо, чтобы кто-то откликнулся, чтобы кто-то как-то оценил, очень важно и даже взрослым. Помните, что этот отклик наиболее эффективен. Если вы провели класс и после этого никто ничего не сказал о том, хорошо, вы старались и никто не сказал ничего. Как вы себя чувствуете? Ну вот не знаю, то ли получилось, то ли нет. В глазах не все видно, а когда вам что-то сказал, кто-то как-то поблагодарил, или увидели применение, что дети или участники вашей группы применяют это, вот это действительно даже для нас, для взрослых является хорошим стимулом. Способствуйте генерализации, поощряйте учащихся, проводить сравнения, искать взаимосвязи между примерами. Генерализация это то есть, когда ты берешь частный какой-то вывод и его распространяешь и применяешь шире. То есть в генеральном, в общем плане рассматриваешь какое-то частное открытие. Допустим, каким образом в поведении варнава отразились ценности, которыми учил Иисус? Это здесь придется поработать головой. Поощряйте учащихся искать различия и противопоставлять примеры друг другу. Петр и Иуда оба были учениками Иисуса и предали его. В чем разница в их поведении? Интересно подумать, да? Хорошие вопросы. Пытайтесь использовать негативное подкрепление или облегчение, а не наказывать за неправильное поведение. Джон, если ты поработаешь вместе с группой эти последние 15 минут, я не стану рассказывать твоим родителям, как ты вел себя сегодня. Может работать. И дальше вы сможете посмотреть. Пожалуйста, почитайте это. У нас нет времени, чтобы все это просмотреть. Время на занятиях в классе очень дорого. для того и есть у нас учебники. Мы с вами не столько учим, чтобы передать знания, мы их все не передаем, их так много, они так хороши, сколько учим вас учиться, чтобы вы знали, где это найти в следующий раз. И это вам очень хорошо поможет. И чем для меня помог Скинер? Очень помог. Это то открытие, которое он сделал, по-моему, в конце 40-х годов, в 51-м году. он пришел к выводу, что абсолютной свободы нет. И этот вывод очень нам важен и полезен. Когда мы решаем вопрос богословия о свободе человека, насколько он свободен принимать свои решения, когда вопрос решается на том, человек сам обращается к Богу, как он может обращаться, если он раб греха, насколько он свободен, что такое истинная свобода, о которой говорил Христос, насколько свободны дети мусульманских семьях сейчас в Чечне, в Ираке, в Иране принимать решение стать христианами, как влияет окружающая ситуация, насколько те в Техасе 46% населения, которые в воскресенье ходят в церковь, свободны были в принятии выбора, почему они именно ходят в церковь, или это мама и папа сказали, или это тенденция, или это предвыборная агитация и программа, которую человеку надо быть обязательно в церкви и в хоре, как это был Клинтон перед своим вторым избранием, и вот вдруг он запел хоре и показывает пресвитера проповедующая и сзади него там Клинтон в хоре сидит, насколько он был свободен в выборе свое решение и для чего это все делалось, насколько мы свободны, когда мы выбираем даже нашими демократическими методами, что на нас влияет? У нас влияет общество, у нас влияет обстановка, на многих влияет ситуация. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok